Это жесть. Я так переживаю, если честно. Че ты так дышишь? Изменяла ли ты своего супругу Иосифу Ганесяну? Нет. Это правда. До разрыва с Йосей. Хотела ли ты кого-нибудь поцеловать? Нет. Это ложь. В смысле? Саша, в смысле не хотела? Вот правда, давай по существу. Даже я примерно понимаю, знаю, кого бы ты хотела поцеловать. Ален, я не очень понимаю, как мне, в принципе, отвечать на эти вопросы, если вы будете говорить, что это ложь. Ну, понимаешь, есть такие догадки, что все-таки да, плюс детектор тоже не врет. Можем идти дальше, пожалуйста? Ходят слухи, что Йося нетрадиционной ориентации. Ты слышала об этом? Да. Правда ли, что причина вашего разрыва в его ориентации? Нет. Это правда? Нет, потому что Йося нормальный абсолютно мужик. Он любит женщин. Просто кто-то, привет, Александр, в свое время распустил этот слух, говорил об этом очень уверенно своим сотрудникам, говорил очень уверенно об этом участникам Дома-2, пустили эту мульку в паблики. И, соответственно, поэтому такой вот мощный резонанс произошел. После разрыва с Йосей, был ли у тебя с кем-то секс? Нет, ни с кем у меня секса не было. Это ложь. Ален, я сейчас уйду отсюда. Правда, мне не нравятся эти вопросы, мне не нравится эта непонятная странная реакция. В смысле ложь. Я говорю, что у меня не было ни с кем секса. Это полный бред. Саша, ну ладно, ты говоришь, что не было. А для чего тогда мы подключали? Я не знаю, для чего вы подключали. Я еще раз говорю, я не буду, хочу приходить. Саша, успокойся. Ваш этот детектор, что за бред? Я сказала, нет. Успокойся. Я спокойна. Знаешь, я очень часто сама лично видела в сторис бесконечные твои синяки на лице. Ты всегда говорила, что у тебя какие-то процедуры, что ты там что-то делаешь со своим лицом, но у меня вопрос один. Поднимал ли Йосиф на тебя руку? Нет, Йосиф на меня руку не поднимал. Это ложь. Ну, конечно, во время ссоры у нас там бывали какие-то там заварушки, потасовки мы могли потолкаться, еще что-то. Это даже не наблюдали зрители на проекте, когда мы находились, но прям каких-то очень жестких белосиняков таких моментов у нас к счастью не было. Да, вот ты говоришь, что это не с кем отношений, но недавно в сторис мы видели все прекрасно татуированные руки, которые ты сама, кстати, написала нам всем, что мы будем их видеть постоянно в сторис. Вот поясни вот за эту историю. Я объясню. Действительно, полдня с этим парнем у меня отношения были. Он очень хороший, он мне очень нравился, он красивый безумный, я тебе его покажу, балдеешь вообще. Но дело не в этом. Дело в том, что он мне сказал о том, что через месяц, примерно через месяц мы с ним съедемся. И я...